Тимош, Тимошенька, Тимочка, поедем лечиться? Тимочка, Тимочка, ты вроде бы радуешься, да, когда тебя Тимоша называют? И боишься меня. Снова описывался парень. Очень боится клинику, не хочет ехать. Ну, тоже, может быть, он думает, что мы его и не в клинику повезем. Не переживай, ты поедешь в клинику, Тимочка, и вернешься сюда. Тимоха, загружен в переноску. Ну, Тимочка, понервничал немножко. Кстати говоря, вот эти переноски, они самые крутые. Даже Хаска, кстати, Хаска. По Хасику у нас будет отличная новость, вам она очень понравится. Так вот, Хасик пытался сломать эту переноску, у него это не получилось. Переноски просто класс. В данный момент у меня нет напарника, поэтому приходится просить о помощи посторонних людей. Не то чтобы Тимоха толстый, просто габаритная переноска. И, кстати говоря, если вы мечтаете приносить в этот мир добро, работать с животными, спасать их, помогать им, в общем, работать в команде верненцев, пишите на WhatsApp, нам очень-очень нужен напарник для Саши. Очень боимся, слишком боимся для этого. Так, всё, умничка. Ну что, развязываем. И ловим. Всё. Сегодня, получается, поставили два аппарата Элизарова, да? Да, поставили два аппарата на переднюю и заднюю лапу. Сразу сделали две операции. По передней лапе, могу сказать, обычно там с его переломом должно всё быть хорошо, должно срастаться потихоньку. По задней лапе есть вопросы. При операции обнаружено в дистальной части голени гнойное воспаление внутри костного канала. Ну, то есть, у нас инфекция ещё внутри оказалась. По тому, как она работает, слишком неправильная подвижность. То есть, есть вероятность, что были выстрелом разрушены сухожилия сгибатели пальцев, стопы. И лапа как-то так болтается некрасиво. То есть, мягкие ткани есть, живые. Хватит ли их для того, чтобы остановился сустав, кость, вернее, сустав. Очень сложно сказать, что время покажет. Без сухожилий тоже, да, всё печально, конечно. Да, покажет, если будет некроз с тюмилит, с отторжением, чтобы сохранить жизнь собаки. Может быть, будем надеяться, что нет, придётся делать ампутацию. Но попытались сохранить, потому что живые ткани есть. Сейчас будем наблюдать, получается, передняя вообще, в принципе, должна срастись, и всё будет хорошо, да? А задняя пока наблюдает. Ну, конечно, так как мы имеем металлические осколки, конечно, заживать будет не очень просто. Вот, то есть, подтекать будет. Заживать тяжело это будет, особенно место, где пуля проникла. Ну, всё это ты, как бы, реально заживить. А по осколкам, когда делали, там были осколочки? Они мелкие, то есть, они где-то, может быть, сколько крови. Так не видно. Визуально не видно, они мелкие. Это на рентгене мы видим их, увеличивая дальше. А на самом деле они очень-очень мелкие, как стружка такая. Просыпается. Да, просыпается, всё уже. Потом уже, конечно. Молодец. Хорошо, да? Там спицы тоже стоят, которые надо будет вынимать? Нет, здесь спицы нигде нет. Здесь только аппараты стоят. У них не было смысла на задний лапе. Хотел бы поставить, если был закрыт перелом. Так как у нас инфекция, спица будет передавать инфекцию с нижней части на верхнюю часть. И в итоге мы получим еще гнойный артрит. Чтобы этого не было, спица не поставлена. Оставлен только аппарат, чтобы инфекции, там будет барьер коровяной, и он не пустит вверх инфекцию. То есть, верхняя часть без спицы будет лучше защищена, чем со спицы. Хорошо. Вот так. То есть, спица, то есть, только аппараты. Но он, по сути, сейчас уже с этим аппаратом, ну, будет больно, понятно, но он будет наступать. И на переднюю, и на заднюю. В течение недели. Ну, насчет задней, не знаю, на переднюю, это значит, а со временем, когда боли пройдут, начнут операцию. Малыш уже прыгает на заднюю лапу. Да, задняя лапа меня больше беспокоит, потому что это плохая иннервация в нижней части будет. То есть, опора есть, а иннервация, не знаю. То есть, она не будет стриболтаться, но опираться, как на костыль, возможно. А вот, чтобы вот это движение было, это будет показано дальше. Посмотрим. Вопрос в иннервации, нарушена или нет. Все, ну, поняли. В общем, что, уважаемые подписчики, мы отправляемся в бесплатную витсенчасть на восстановление и реабилитацию. Держите за Тимошу кулачки, ситуация сложная. Лапа пока под вопросом. Да и состояние Тимохи. Оставлять желать лучше. Будем восстанавливать. Одним словом. Операции для Тимохи сегодня вышли на 25 тысяч в общей сумме. Чек-отчет, как всегда, приложим к посту. Такой еще думает о чем-то там. Да, еще писает. То есть, он еще не совсем проснулся, парень. Ну, в общем, что можно сказать сегодня. Тимохе проделаны достаточно сложные операции. Причем за раз-две. Вот. Но Тимох успешно перенес всю эту нагрузку. Я хочу сказать, что, что очень хочется поблагодарить всех, кто нас поддерживает. Почему? Потому что вот эти вот слова, которые мы придумали, да, с меру по нитке, первая в России, первая витсанчасть, они работают. Сложная операция, много ниток надо. Собрали, сделали. Спасибо огромное за помощь неравнодушных людей, которые поддерживают нашу первую в России бесплатную витсанчасть. Я думаю, что мы будем расширяться. Очень приятно слышать о том, что люди начинают обращаться к нам из других городов. Но мы, к сожалению, еще не развернулись до такой степени. С Владикавказа? Да. С Владикавказа звонили, с других городов уже звонят. Но пока мы еще такой возможности не имеем. Очень часто пишут, что как жаль, что вас нет в нашем городе. Я думаю, что если так дальше дело пойдет, мы начнем развиваться, и наша витсанчасть будет расширяться, и с этим же самым расширением будут расширяться наши возможности. Так что вот так вот. Спасибо всем за Тимоху. По Тимоше добавлю. Врач сказал, продублирую, что там сухожилиями непонятно. Будет сгибаться лапы, не будет. В общем, передняя точно будет у нас нормально, а вот задняя будем наблюдать. Надеемся, что побежит на четырех. Если не будет сгибаться, то придется что-нибудь предпринимать. Ну, вся надежда, что там кости, видишь, врач сделал, а сухожилия тоже пристрелили, получается. Будет, не будет, тут уже будет зависеть от случая. Я думаю, что если она даже не будет сгибаться, она не будет сгибаться в одном месте. А верхняя часть лапы будет работать. Я говорю, тут будем смотреть, как она будет функционировать. Я думаю, что какой-нибудь Маваша Гири успешно будет крутить вертушку полусогнутой ногой. Я думаю, что прыгать ему будет удобно на четырех, а не на трех. Конечно, конечно. Не у Тимоха. Ты заметил, потрогай его какой худой? Да, я вижу. Я вижу, он очень худой. А знаешь почему? Потому что у нас он лежал несколько дней, и у него был дичайший просто понос. Но за один день его здесь привели в чувство, поставили противовирусное. И он теперь ходит в туалет нормально, все, у него нет больше обезвоживания, он пьет. Ну вот обезвоживание у него еще как бы... Ну, и венту оно пропадает. Он пьет очень хорошо, ест хорошо. Да, это хорошо. Понос был сильный, да? Понос... В ветклинике нас до сих пор вспоминают. Говорят, вы опять приехали. Слушай, вот мало кто из наших подписчиков и поддерживающих, мало кто знает. Обычно это за кадром остается. Обычно это остается за кадром, но факт остается фактом. То есть, у нас еще, наверное, не было ни одного приема, чтобы верность не отличилась. То есть, и мы уже шутим, не будем нарушать традиции. Вот вроде все уже, а смотр прошел, уходим. Либо лужа налита, либо куча навальна. Это верность. Это был малыш, и вроде и не малыш, а этот, мы с тобой приезжали с мишкой. Вроде вот все, нигде ничего не пописал, не покакал. И когда уходил, написал на мешок. Все равно традиции не нарушали. А традиции не нарушать. Ну, как его сказать? Ну, раз такая традиция еще делать. Нельзя нарушать. Ладно, все, некогда. Сейчас еще много работы. В общем, с миру по нитке первая в России бесплатная лиценчасть. Все, спасибо. Тимоха, поправляйся. Давай, Тимоха. Тимоха. Эй, ладно. Обо всех новостях расскажем по мере поступления. Всем до свидания. Он у нас еще спит. Кстати, тут вдобавку еще раз скажу. Очень интересная у него получилась ситуация. То есть, у него травма на одну сторону. Да. Но я хочу сказать, что я в жизни встречал такие случаи, когда собака успешно ходит на одной стороне. То есть, они спокойно могут ходить. Он от меня? Вот он меня сейчас почему-то боится. Я его в клинику вожу, и он от меня улепетывает на двух лапах. Не от кого, а от меня улепетывает. Спасибо. Спасибо.